Дорогие соотечественники! 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 за освобождение, а ковбои Техаса, а люди, которые истребляли индейцев, а люди, которые наживались в 19 веке безмерно на обворовывание компаний, которые строили знаменитую сеть железных дорог. Начало совсем не демократическое. Да и кто вам сказал, посмотрите на саму декларацию независимости в США. Вот когда я был гостем Госдепартамента в составе одной делегации ректоров и правоэректоров, нас познакомили с конгрессменами. И вот одна женщина, профессор, там, не где-нибудь, а в Конгрессе США, прочитала нам краткий курс истории, но не ВКПБ, а декларации независимости США. И сказала нам, не удивляйтесь, если вы нигде в этом тексте не найдете ни слова, ни демократия, ни демократический, ни демократическое. Демократическую эту декларацию назвал много позже, известный всем Алекс Де Токвиль, француз, который сказал, вот, эта декларация, и вот и есть по-настоящему демократия на марше. А ведь почему слова демократии нет? Да потому что избирательный ценз предполагал, что избирались в Конгресс и вообще во все публичные. Только состоятельные люди, никаких работяг, никаких женщин, никаких негров, тем более хозяин этой страны индейцев. Их вырезали, как собак. Ну и последнее. Был один такой человек в бытность мою послом в Китае, когда я приезжал летом, весь наш доблестный МИД отдыхал и сидел в этом здании только один молодой человек, замминистра. Звали его и завод, и дай бог, чтобы еще 120 лет, как говорят в Одессе, так звали, Валерий Асталеб. Приветствую вас. Вот такое Валерий вынужден был сделать длинное предисловие о том, чтобы наши соотечественники не думали, что вот только мы вот такая страна, где правят воровской закон, беспредельщики, блатные, мокрушники, кто они еще там, сутенеры, наперсточники, шулеры, там, это вот мать-мужья. Мы видим и на международной арене. Да и вот недавние выборы в США тоже показали настоящую природу. И вот я как-то даже себе записал, что беспредельщики, мы говорили, воры в законе и беспредельщики, да, вот беспредельщики, беспредел порождает только беспредел. Ни о какой демократии говорить не приходится. Хаос не может быть управляемым. Кто и когда и где видел управляемый бардак и управляемое беззаконие. Вот я хотел бы попросить тебя, Валерий, поскольку мы с тобой обнаружили, что у нас давно эти взгляды такие специфические. Мы люди, которые вроде из этого мира как бы дипломатии, как бы знаем мы не снаружи, как обывателя, а изнутри. Вот как-то не так давно. Да еще и Евгений Янович Сатановский, который много чего знает об этом мире дипломатии, он пришел к этому выводу. Скажи, пожалуйста, можно ли доверять нашим политаналитикам, комментаторам и пиарщикам, которые всякие трогательные картинки по телевизору показывают. А может быть стоит честно и прямо взглянуть на вещи и сказать хуй с хуй и что есть что. Пожалуйста. К тем примерам, которые вы сегодня привели, я хочу еще добавить пару любопытных, может менее известных для нашей публики. Во время Второй мировой войны, когда было принято решение о более активном участии США в военных действиях в Европе, в Нью-Йоркской тюрьме сидел очень авторитетный человек по имени Лаки Лучиано. Это был один из руководителей, назовем, организованной преступности в США. Хотя по его имени понятно, что он имеет прямое отношение к мафии. Так вот, этот человек был освобожден из тюрьмы. Он попал в Италию. И благодаря своим связям там, на Сицилии, у американских солдат была совершенно простая задача. И они практически провели там операции, не потеряв практически ни одного бойца. Насколько морально было использовать. И потому что ясно, что в этой операции, естественно, работали спецслужбы, тогда еще ЦРУ не было, было другое управление стратегических служб, так называемое. Ее возглавлял, кстати, тогда генерал Донован. Один из самых активных людей был Ален Далес, который потом и возглавил ЦРУ. А именно в этой операции он играл ключевую роль. Насколько морально было использовать руководителей мафии для проведения военных операций. И, кстати, кроме морально, известно, что именно после этого сицилийская мафия приобрела статус неприкасаемой на несколько десятилетий в Италии. Вот цена. В конце войны среди многих руководителей разведки фашистской Германии была такая легендарная фигура генерал Геллен. Это один из самых, наверное, масштабных людей, которые были в разведке Германии. Так вот, он, во-первых, странно пропал, а потом оказалось, что вся его агентура и все его позиции в Европе, а он был очень яростным антисоветчиком, естественно, вместе с ним, а вернее во главе с ним, и стали основой новой разведслужбы Германии. Ясно, что это не могло случиться без того, чтобы американцы, которые знали прекрасно, кто такой Геллен и какими возможностями он обладает, он не мог просто так исчезнуть и не мог потом просто так консультировать уже новую разведку Германии. Это просто два примера, потому что я не собирался сегодня об этом говорить, если честно, мне это пришло в голову, когда вы рассказывали, но просто два примера, я могу дать такие еще сотни примеров о том, насколько морально можно вообще подходить к вопросам большой политики, больших цифр. Потому что я понимаю, что сегодняшняя передача связана с теми мировыми процессами, которые сейчас происходят и теми понятиями, которые сейчас пытаются использовать некоторые великие руководители. Я назову их великими не потому, что они такими являются, а потому что они руководят большими державами. На самом деле от президента США, от президента Китая, от президента России на сегодняшний день довольно многое зависит в мире. И вопрос Сирии, Кореи, Балкан, Кавказа – это те вопросы, которые еще несколько лет, конечно же, будут основными. Я специально упустил Иран, потому что это следующая головная боль для нашего мира. всегда была, во всяком случае, последние десятилетия, но судя по почерку, она станет большой головной проблемой и болью, и мы к этому еще сегодня вернемся. У меня нет никаких иллюзий, что когда между собой разговаривают первые лица государства, например, хорошо ли понимают друг друга президенты, кого они больше понимают, друг друга или тех, кто их избирал? И думают ли они вообще о тех, кто их избирал и всегда ли об этом? Вы правильно поняли мой посыл. Это люди одной крови, более или менее, потому что быть руководителями больших государств – это не те мовти, это не люди, которые символически какие-то должности, кто-то их разыграл, кто-то их там поставил и так далее. Это люди, которые прошли через все практически. То есть они знают о мире и о том, что называется борьба, причем, когда я говорю борьба, это включает в себя очень часто и кровь. Я не имею в виду, что эти люди лично в этом участвовали. Просто попасть наверх – это означает знать очень много, в том числе о деньгах, о больших деньгах в своей стране, которые всегда и везде были связаны с кровью. Не существует больших денег без крови. Если кто-то такой наивный, что считает, что это возможно, а большие деньги – это большая власть. Поэтому те, кто попадают наверх, это люди, лишенные эмоций, принципов и уж точно они лишены морали. Насколько у того или иного президента, у той или иной личности удается хотя бы публично выглядеть моральным и более или менее пристойным и достойным – это дело вкуса и понимания каждого. Потому что это случится не от того, что это я скажу или вы. И Путин в Молдавии имеет такой большой рейтинг не от того, что мы часто произносим или от того, что он что-то здесь делает. Кстати, да, как раз наоборот. Я хотел сказать, да. Чаще всего у нас произносят, кажется, что имена других. Но видите, какой любопытный феномен. В Молдавии, несмотря на всю пропаганду, которая ведется последние 7-8 лет, очень часто агрессивная пропаганда, почему-то никто из западных лидеров, и сейчас я в любых, ни румынские, ни другие лидеры, я сказал, ну, румынские, потому что они рядом, ни украинские, например. Да даже президент США, неважно, кто бы он ни был, он почему-то для Молдавии никогда, никто из них не является каким-то признанным авторитетом. А Путин при этом продолжает бить все рекорды. Говорят, во Франции то же самое происходит. Сейчас посмотрим, да, на результаты. Нет, я говорю о рейтинге личным Путином. Я понимаю, но я когда сказал, посмотрим, что происходит, потому что сейчас посмотрим, кто выиграет там президентские выборы, если окажется, что Ле Пен, которая недавно встречалась с Путином, так это вообще будет целый феномен. Поэтому я считаю, что у наших телезрителей, для тех, кто интересуется большой политикой, никогда не должно быть иллюзий, что это не слабые люди, это не наивные люди, которые отвечают за свое государство и ради этого могут пойти на очень многое. Также в мире больших денег и большой власти не бывает пощады. То есть там не бывает, потому что ты хороший парень, или потому что мы добрые, то нет, большая политика это постоянная конкуренция. Ведь недавние события, когда во время ужина, то ли завтрака, то ли обеда, неважно, что там было с китайским президентом, когда президент США выбирает момент для того, чтобы сообщить о том, что он атаковал Сирию без того, чтобы особо с кем-то советоваться. И сообщает… Не только САОН, с Конгрессом США не посоветовался. И сообщает во время официального визита руководителю Китая, то он знает, что он делает. Это не просто так получилось, извините, другого времени не было и так далее. Он прекрасно знает. И мы можем не сомневаться, что Китай… Мне ли вам рассказывать, что Китай обязательно ответит? Еще как ответит? Не сегодня, не послезавтра. Может быть, не так, как многие думают, но то, что ответ будет, это 100%. Я думаю, что Китай уже начал отвечать. Вот я на что обратил внимание. Вот когда я работал в Китае, на этой площадке, вот когда я летом приезжал, мы с тобой беседовали, что происходит. Причем мне что нравилось, ты задавал вопросы не только не просто о Китае, а о регионе и вообще, что в мире. Потому что вне этого контекста такого игрока, как Китай, было не понять. Ведь что на самом деле получается? Если кто-то наивненький думает, что клан Кимов, ну, то есть династия Кимов от Кимирсена, кого вот 105-летие празднули, правда грохнулась эта ракетка, которая должна была взлететь, но там, наверное, по шапкам не только генералы за это получат. Но создается впечатление, что Китай всякий раз использует… Ну, они говорят, амфантиребль, но не слушает, мол, дескать, никого. Еще как слушает. Мне кажется, что ответ начался. И паника, которая царит на токийских биржах финансовых, то есть это о чем-то говорит. Там напряглись сильно. Я про Сеул вообще молчу. Я не критикую, хотя такая интересная подача все-таки наблюдается. Меркель, Трамп, отказался публично подавать руку. Сообщил президенту Китая во время совместной трапезы, что он атакует Сирию, ни с кем не советую. Сделал пару жестких заявлений по России, плюс сама ситуация с Сирией далека от дружественного хода. Направил свои корабли в сторону Кореи. Сделал серьезно еще несколько заявлений по внешней политике. Эпатажно, безусловно. Валерий, еще одна маленькая нюанс, на кто особо не приедет. Министр иностранных дел Китая тут же к Лаврову на экстренное совещание. Ну, конечно. Это вот это никаких сомнений не вызывает. Я это уже хотел сказать потом, к чему это может привести. И ясно, что мы понимаем с вами, вы начали передачу очень интересно. Так вот с этого начали, что демократия, власть закона, в том числе и международного права. Кто вам сказал это? Но именно это поведение говорит о том, что новый президент США, как бы так помягче выразиться, он показывает свое место в иерархии, как он считает. Переходим на язык уже. Я постараюсь его избегать. Но для того, чтобы объяснять, конечно, придется тоже кое-что из этого сленга употребить. Он пытается указать всем свое место, как он считает, какое он занимает. Но дело в том, что все остальные люди, которые собрались в этой комнате, я виртуально говорю, они тоже непростые ребята. Если до сих пор США и руководители не позволяли себе переходить эти линии всегда, пытались избегать критической массы тех, кому что-то не нравится, то вот эти ходы, так как я их описал в данном случае, они, в общем-то, никому не нравятся. Они не могут понравиться Германии. Не канцлеру Германии, а Германии. Ничего хорошего в таком поведении нет. Поэтому 2 мая, когда Меркель будет в Москве, я ожидал, очень интересных событий. Я очень искренне надеюсь, что я окажусь прав. Мы знаем, что недавно министр иностранных дел Великобритании пытался поднять на G7 вопрос о ужесточении санкций по России. Ноль на массу. Против были все. Без исключения. Впервые уже за сколько лет, за последние 5 лет, идея с новыми санкциями для России на 99% была отторгнута. Это новость. Бунт, как говорят, на палубе, на пиратском корабле. Боцман вышел на палубу, а палубы нет. Дальше у нас произошли события, связанные с Китаем и отношения между Китаем на данный момент и Россией, в том числе, пока Сирию оставим, в том числе и за Корейского полуострова. Это будут совместные позиции. Там позиции Китая и России совпадают, потому что любой вид военных маневров в этом регионе, кстати, редкий случай, когда и японцы будут практически солидарны и с Россией, и с Китаем. Потому что Южную Корею Япония далеко не воспринимает как своего стратегического союзника. Поэтому никому не интересно, что там началась какая-нибудь буча. Я чуть не сказал, кроме США, но США в данном случае поставили себя в дурацкое положение. Опять же из-за этого… Я боюсь, что именно… В этом мире, о котором вы сегодня говорите, есть такое понятие. Или стреляй, или убери пистолет. То есть, если ты вытащил нож, то ты должен бить. Нужно стрелять. Иначе. Иначе пристрелят тебя. Поэтому блеф такой дешевый и направление корабли, да мы, да я, ну там опять же ничего не проходит. И то, что произошло, именно эта пикировка к этому файлу, то есть, то, что они послали туда корабли, сделали несколько заявлений, а потом все это как-то ушло на нет, и дальше ничего нет, после того, как, напомню, руководитель Северной Кореи заявили, что они не собираются останавливаться, и любая, даже самая малейшая провокация, тут же вызовет за собой самый масштабный удар. И тут американцы что-то задумались. Но думать, наверное, надо чуть раньше. – Я, давай договоримся так, ты к этой терминологии будешь прибегать очень редко и так далее, потому что ты молодой дипломат, у тебя будущее впереди, может когда-нибудь я порадуюсь за тебя в качестве министра иностранных дел страны. Ты знаешь, иногда вот такие вот пророчества само сбываются. Я, как, так сказать, старая гвардия, я ни на что не претендую, я позволю себе быть, ну, скажем так, более жестким и откровенным. Ну, что мы видим в этой ситуации? – Значит, Трамп, это в этом окрасивленном, как мой друг Вася Галамага сказал, блатном мире, воровском мире, он человек как бы вне системы. Он как бы стал боссом не по понятиям. Вот ему сейчас надо доказать, что он крутой. Как докажешь, что крутой? Вот надо там в Сирии, в Корее, там где-то что-то, в Афгане там эту супербомбу грохнули и так далее. Вот, для того, чтобы все политкомментаторы в Штатах и в Европе благосклонно отнеслись, так сказать, мужик крутой. – Держит масть. – Да, совершенно верно. То есть ты тоже считаешь, что это терминология… подходящая, потому что, честно говоря, даже мне как-то вот говорить в этих… Хотя из Бельца город очень в свое время был бандитским, вот, я хорошо помню улицы этого города и все эти фени, разговорщики. Так вот, значит, он показал, что он как бы чего-то стоит. Но у китайцев есть свой беспредельщик, вот этот Ким Чен Нэн, который говорит, че, рубаху порву, говорит, сунешься, я тут всех твоих близких и всех перережу. Перережет, не перережет, как Райкин говорит. Да какой же он перережет? У него же, говорит, ножик нулевого размера. Но это ядерное оружие, и это не шутки. То есть, получается, что, как бы, человек, который ворвался в вот этот воровской мир мегабанков и транснациональных компаний, а я плюс в Вашингтонской всей этой комарили, которая привыкла сидеть на хлебах, я уж молчу там про все эти лобби, ну лобби, но обычно на искупщике краденого лобби, но не официально, там все красиво. Так вот я что хочу. Главная задача сейчас Трампа, это не Сирия, не где-то Корея тем более, даже не Китай и Россия. Его главная задача утвердиться у себя дома. Он должен показать, что он самый крутой, что он решительный, и он добьется, как это, Трамп никогда не сдается. Он делает шаг два-три назад, но ко власти он пойдет не только там по трупам, а еще Бог знает почему. И мне кажется, без понимания разборок внутри вот этого сияющего дома на горе, которое оказалось кошмарным дома мэшеров, происходят вот эти внутренние, ну я так их назову, мне позволительно я старый, воровские блатные разборки. И вот не понимая вот этого, очень трудно понять, что делается в мире, в том числе и у нас в стране. Среди первых проблем, с которыми он столкнулся во внутренней политике, это то, что его, как вы правильно заметили, не приняли за своего. Не по мастеру рангуешь. И естественно, это нужно доказать. И естественно, что во внутренней политике сразу никаких результатов показать нельзя. Все это красиво выглядело на бумаге. А по факту и с экономикой и так далее, это все долгосрочный процесс, еще посмотрим, как у него получится. Поэтому я абсолютно солидарен с вашей точкой зрения, что вот эти операции, которые по сути, кроме Понта, чуть не назвал его каким, ничего не дают. Потому что операции в Сирии... Взлетные полосы, как странным образом, целы. Совершенно верно. Клады с оружием целы. Совершенно верно. Никакого военного значения для кого не имеет. Вообще. Ничего там это не поменяло. Никакого влияния на сами процессы не имеет. Кроме того, что послали 50 ракет, из которых долетело 20, и куда они долетели, и для чего, и что это поменяло. То есть, это совершенно ясно, что это показательные выступления, которые никого не впечатлили, а больше рассмешили. Надо признать. Во внутренней политике, опять же, то, о чем вы говорите. Да, это того эффекта. О, все боялись, а он показал. На всех там наплевал. Китайцу, значит, рассказал во время ужина. На Конгресс даже не спросил. Да, Путина вообще там якобы еле-еле поставил в положение, чтобы что-то хоть узнать. Там за два часа они вроде предупредили. Видите, вот так с ними надо. Вот та часть, о которой его очень сильно беспокоило, американского эстеблишмента, о котором вы сегодня говорили, вот это сообщение им направлено. Воровское эстеблишмент. Корея, то же самое. Совершенно ясно, что США, каким бы боевым не был бы любой руководитель, они не могут не осознавать, что такое сегодня начать что-то в Корее. Во-первых, никто не может четко спрогнозировать, четко и внятно, какой ущерб будет нанесен. То, что от Сеула мало что останется, это знают все. И защитить это тоже нельзя. Всего останется дружной Кореи. У американцев тоже могут быть потери очень внушительные. И они тоже это прекрасно понимают, и на это никто просто так не пойдет. То, что ракеты со стороны американцев могут долететь случайно или перелететь, и попасть в Россию или в Китай, там тоже есть и риск в этом смысле. И тогда никто такие вещи не прощает. Дестабилизация, в принципе, если начнется дестабилизация этого полуострова, то туда могут побежать люди. В какую сторону? Сколько? Кто ответит за... И вообще, каким образом наносить точечные цели по Корее? И что начнется на мировых биржах? Совершенно верно. Может, доллар грохнулся? Конечно, конечно. Какова будет... И можно не сомневаться, что после такого поведения, после такого удачного старта, мало союзников будет в ООН, которые смогут оправдать одностороннее применение оружия. И любого вида насилия. В этом смысле, потому что невозможно в Корее наносить удары, без того, чтобы там не были вовлечены и гражданские, насколько я разбираюсь. Это нереально. Только так. Кто будет? Россия или Китай поддержит такое? Да в жизни нет. Ну, Евросоюз, немцы 100% воздержатся. Но Великобритания, может быть, и поддержит. Но это совместный тандем, очень известный. Ничего в этом смысле не поменяет. Поэтому я хочу сказать, что этот вопрос Сирии, который становится ключевым. Мы еще Турцию сегодня не затрагивали. Результаты референдума в воскресенье, это отдельная тема. Дело в том, что Сирия, в моем понимании, этот вопрос заканчивается, так или иначе. И что ОСАД останется на определенное время, я тоже не сомневаюсь. А вот то, что Иран становится краеугольным камнем конфликта между США, Китаем и Россией, вот это проблема, которую я вообще, честно говоря, не догадываюсь, каким образом там можно этот вопрос решить, чуть не сказал, разрулить. И вот мне интересно, если Трамп взял, я не ожидал от него такого поведения, скажу честно, потому что ему будет очень сложно отыграть назад. Значит, у него было отчаянное, смотри, он как бы стал как бы главой клана, а в клане бардак. И иногда бывает вот это внутреннее отчаяние, человека толкает к не всегда просчитанным, просто момент, рейтинг-то у него сваливался уже в запределье. Ему будет очень сложно сейчас отыграть назад. Почему? Потому что это поведение уже либо надо продолжать, либо он окажется в очень глупом положении. Вы же понимаете. Как ты говорил, пистолет вытащил, Коль, стрелял. Он потеряет очень сильно, он и сейчас уже потерял, но в глазах других просто дальше любые его подобные либо заявления, либо действия будут восприниматься пшиком. То есть вообще ребят, которые занимаются блефом, мало кто уважает. Мало, это везде, не только в этом мире. Но один раз это еще пройдет, потому что неизвестно, что тебя ожидать. А на третий раз ты становишься предсказуемым, и все с тобой понятно. Что ты не говоришь, это можно не воспринимать серьезно. Поэтому теперь ему отыграть назад будет сложно, а дальше продолжать такую линию, он себе просто не может позволить. Самоубийственное. Потому что он, во-первых, весь мир сплотит вокруг себя, и в данном случае традиционных союзников, которые это поддерживать не будут. И тот же Конгресс может сказать, минуя Конгресса импичмент. И это улет. А это сразу почувствует во внутренней политике, что нет поддержки нигде и никак. И это создаёт совершенно четкие прерогативы, конечно, для внутренних проблем, которые могут дойти до импичмента. Поэтому я очень удивлён, честно вам скажу, этим поведением. И более того, мой прогноз, что это создало дополнительные козырные ходы для других лидеров. Потому что теперь Китай и Россия, без иллюзий, конечно, там всегда будут свои дорожки. И тёртые проблемы. Да, но они довольно масштабно, я думаю, будут находить сейчас единую точку зрения. Теперь Китай отмалчиваться в ООН не будет. Совершенно верно. А если сюда добавиться ещё, у Меркеля это предвыборный год ко всему. Помимо холодного приёма, который она получила в Вашингтоне, есть объективные вещи, которые сейчас существуют между США и Евросоюзом. Читайте Германии. Я когда говорю сейчас Евросоюз, это Германия. Раньше ещё можно было говорить. До Брэксида. И существуют объективные проблемы. Это уже конкуренты экономические, а не только союзники. Если Меркель пойдёт по пути, а это предвыборный год ещё раз подчеркнул, по пути ослабления определённых санкций и начнёт нажимать ещё и на Украину в том, чтобы двигаться по проблемам, которые существуют, по Минскому процессу и так далее. То есть ещё короче, если в Москве удастся дойти до определённых договорённостей в экономической сфере с Германией. А мне нужны Германия и Восток. Совершенно верно. Совершенно верно. И по Украине хоть какие-то, потому что напомню, США формально не является членом Минского формата, поэтому там возможно достигнуть определённого прогресса. То тогда США вообще останется в какой-то непонятной международной ситуации. Они там что-то говорят, а все остальные что-то делают. Причём своё. Да. В отличие от предыдущих лет. Причём каждый в данном случае будет добиваться своих интересов. Очень интересный расклад. Короче, как бы Акела не промахнулся, а похоже, что к этому идёт. Ещё не всё потеряно, но если не будут сделаны определённые выводы. Интересно, конечно, что впервые за очень много лет, сейчас во время визита госсекретаря США в Россию впервые не встречались с оппозицией. Это впервые за 10 лет. То есть это тоже говорит о том, что кое-какие выводы сделаны. Не потому, что оппозиция в России представляет какую-то опасность. Это как раз наоборот. И вообще она что-то там... Влияет или и так далее. Но до сих пор это всегда была традиция, и всегда даже символично всё-таки. Ритуал какой-то был. Совершенно верно. На этот раз они отказались. И это ясно для того, чтобы, ну, если не понравится, то, во всяком случае, сделать реверанс в сторону руководства России. И более того, во время визита не планировалось встречи с Путиным. То, что адхок во время переговоров всё-таки решили, и разговоры длились, насколько я знаю, практически два часа, то есть о чём разговаривать. Ну, это разумно. Вот я хотел бы ещё одного очень интересного парня, которого тоже, как Трампа, почему-то посчитать. Я ещё раз повторяю. Трамп не клоун. Это спасатель, который пришёл, когда на самом деле в стране есть что спасать. Тут я к нему с большим уважением к Трампу отношусь. Вот. Другое дело, что ему не дают, что вся эта братва его не хочет признавать, и вот ему приходится такие кульбиты делать. Вот. Но есть ещё один очень интересный парень, который вы тоже, как вот Трампа считают, за клоуна, за это. Борис Джонсон. Вот какой он дипломат. Министр иностранного великолепа. Да это умнейший. Из всех дипломатов, я имею в виду министров, которые связаны именно со внешними делами, как Борис Джонсон. У него нюх потрясающий. Гибкость. Он прыгает, делает сальто и переобулся в воздухе. И он уже опять стоит, он всё время на нужной позиции. И поэтому с этого Бориса не фыркать надо, а внимательно следить за тем, что он делает. Потому что он очень информированный человек. И вот он-то законы вот этой воровского истеблишмента знает очень хорошо. И он для меня вот во многом, вот как объяснение, как лак. Вдруг ни с того, ни с того, ни с того, не едет, он встречался с Лавровым. Да, Борис Джонсон. Тут видишь, значит, кто он такой, да что такое. Да он сразу понял, зачем ему везти малявы куда-то, когда маляву сейчас человек самого Трампа, и который даст понять. Володя, ну ты пойми, я там грохнул по этой. А Корея тебе что за дело? Китайцы тебя больше уважают будут или что? Пойми, братан, мне вот по зарезу это всё надо. И на что мудрый Путин, кстати, воспитанный в жёсткой дворовой вот этой среде, который, вот как я в Бельцах с детства видел всю эту среду, вот, который прекрасно понимает, он говорит, ну ладно, считайте пока нас этими изгоями или так далее, мы вам ещё какое-то время даём на размышления. Вот что было. И Борис Джонсон всё это прекрасно понимал. Спрашивается, на кой ляд ему было встревать в эти дела. Он тут же даёт задний ход. Вот ты говоришь, Меркель, да? Это атаманша из бывших комсомолок, а уже-то хорошо знает, что почём и что где и как играется, да? Тоже, а зачем ей с оппозицией встречаться? Кому? Обамы нету, демонстрировать свою преданность идеалам демократии, значит, необходимости нет. А Германия сейчас, она задыхается без рынка таких стран, как Россия. Я не говорю о ресурсах и о всём прочем. Когда на неё местный бизнес давит, за горло её берут, говорят, ты чё, ангела, творишь? У нас тут такие контракты, у этих громадных, мощнейшая индустрия, транснациональные германские компании, а ты нам тут непонятно, чем занимаешься. Северный поток, вон. Какая Прибалтика? Чего? Кто они такие? Нужен Северный поток, браташек? То есть, мне кажется, что вот эта реальность, она на самом деле то, что нам показывают в прессе, в телевидении, все эти вои по СНН, по Евроньюсам и так далее, и подвывание наших местных и украинских политтехнологов и так называемых политаналитиков, вообще бред какой-то. Это перепев со второго, третьего глазу и вранья. И вот, значит, такова реальность, она крутая. Хочу, кстати, напомнить. Жесткий мир вот этого воровского эстаблишмента. Отец Трампа родился в Баварии, в Германии. Ну, на тот момент Баварии. И сам Трамп всю свою жизнь, занимаясь бизнесом, для тех, кого интересует, я, ну, на данный момент это очень важно, кто интересуется этой проблематикой, я рекомендую искренне прочитать его биографию, не ту, которую он писал, а есть в интернете мнение других и факты, которые существуют. Но это человек, который связан с чистым бизнесом, но как он сам признает, который не без нарушений. В частности, и казино, игровые виды бизнеса ему не чужды. А это те виды деятельности. Кстати, те же клубы. Совершенно верно. Что очень интересно. Это те виды деятельности, в которых, ну, куется другой вид бизнесмена. То есть, там без силовой закалки. Ты хорошо сказал, другой тип бизнесмена. Рискового. Совершенно верно. Жесткого. Совершенно верно. И без силовой закалки там не выживешь. А Трамп человек по своему типажу, который настаивает всегда до конца. Никогда ничего не забывает. И не знает. И любой ценой. Совершенно верно. И любой ценой всегда добивается своего. Другое дело не перепутать. Это очень важно. То, что среди таких людей очень часто специально имитируются лжецели. Отвод. Уводит от реальной. Да, окажется, что он этого добивается. На самом деле всплывет он в совершенно другом месте. Вот так и в международной политике. Тут очень важно. И вы это сегодня нарисовали. Ведь те акции, которые были произведены, они больше имеют показательный эффект. Они по факту ничего нигде не поменяли. И если другие лидеры, скажем, и Россия, и Китай, и так далее, воспримут эту ситуацию адекватно, то тогда они оказываются в выигрыше. Если поведутся, то проиграют. Совершенно верно. Ведь даже заявление в свое время Трампа по Крыму, это всего лишь повышение ставок в разговоре. Прекрасно Трамп понимает, отлично он понимает, что не может быть никакого возвращения Крыма. Это нереально. Но когда он говорит, что надо вернуть, читайте между строк, что он повышает ставку в своих разговорах с Россией, ну хотите, чтобы я больше не упоминал? Да, так давайте. Разговаривать, да. То есть, таким образом, вот такими простыми ходами, но умеющие, знающие люди повышают свою... Ну, в российско-американских отношениях, чуть не сказал, в молодо-американских, там совершенно, конечно, разный уровень разговора, потому что настолько много общих болезненных тем, что они не успевают, конечно, обо всем договариваться. Но в Москве сейчас они договорились впервые создать целую комиссию для того, чтобы вместе обсуждать весь перечень существующих проблем. О чем это говорит? Во-первых, это говорит о том, что они не справляются. А втором, что разница большая в мнениях, экспертизе, а главное, приоритетах. Это означает, что для США приоритетны одни вопросы, а для России другие. Для того, чтобы не встречаться каждый раз и каждый рассказывает о своем, надо создавать, да, для того, чтобы готовить те совместные вопросы, которые будут интересны для всех. Ну, что я хочу сказать. Мы с тобой как бы впервые вот так открыто в эфире и популярно поговорили о подоплеках, о том, что вся эта второго, третьего уровня политаналитика и политология просто, как говорят, ведется на все вот эти непонятные им. Обсуждаются мощность, сколько тротила, сколько... Да бред это все. Стоит за этим совсем другое и совсем другие игры. Пурга. Поэтому, совершенно верно. Поэтому спасибо, Валерий, что согласился на то, что вот так мы открыто обсудили эти вещи перед нашими соотечественниками, которым мы безмерно доверяем и считаем, что они нас поняли правильно. Спасибо за приглашение. Большое спасибо. Дорогие соотечественники, спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич.